Эту эпоху можно назвать эпохой белого ягуара. Действительно, вот эта дата, 21 декабря 2019 года, она в своем роде уникальна, потому что заканчивается не просто какой-то цикл, а это время так называемой синхронизации планетарной, солнечной, звездной, галактической. То есть, когда все становится на круги своя. Действительно, сейчас мы наблюдаем такое явление, когда наша Солнечная система находится в точном пересечении галактического экватора и эклиптики. Эклиптика – это движение Солнца, точнее, это движение Земли, но это эклиптика называют движение Солнца по знаком зодиака. Ну, утрированно говорю так. И вот такое явление случается раз в 26 тысяч лет. Ну, примерно Солнечная система туда вошла в конце 80-х, и где-то в 2020 году она выйдет из этого центра. То есть, мы сейчас живем в такое время на рубеже эпох. Одна эпоха вроде уже закончилась, а новая еще не наступила. И поэтому это же не новогодняя ночь. Там щелкнуло 12 часов, там наступил Новый год. Эпохи, они проходят гораздо глобальнее. Вот. Майянские пророчества говорят о том, что эта эпоха, она связана с ягуаром, с белым ягуаром. По индейским преданиям, было четыре прародителя человечества. В книге Папа Львов, это эпос индейцев Майя, о них очень четко сказано. Это ягуар, красный ягуар, который является отцом красной расы древней, индейской. Белый, черный и желтый ягуар. И вот предания говорят, что у всех ягуаров были дети, что они все являлись отцами всех рас и цивилизаций древних. Но вот у белого ягуара в те далекие времена не было детей. Но пророчества говорят, что они придут в самом конце времен, что они будут разного цвета кожи, что они будут жить в разных уголках земли. И они придут на землю для того, чтобы найти себя и свое предназначение. Вот, как говорят английские пророчества. И иногда возникает такой вопрос, спрашивают там, а это дети индиги? Да нет, этот процесс начался очень давно, это где-то с 60-х годов уже на земле. Вот я так думаю, с 60-х годов, 20-х века начали рождаться такие люди. Люди с незашуренными мозгами, с адекватным восприятием себя. Духовные люди, прежде всего, ориентирующиеся на духовное, на энергетическое восприятие мира. Сейчас такое время, я не знаю, только ленивый человек, наверное, не чувствует, что происходит. Сейчас время неумолимо катится вниз вот к этому 13-му бактону, к окончанию великого цикла. Сейчас один день идет буквально как 100 лет. Сейчас каждый человек очень интенсивно проживает свою жизнь. Может быть, в другое время, в другой эпохе, чтобы достичь каких-то внутренних, прежде всего, духовных результатов, ему потребовалось бы, может быть, даже не одно воплощение. То есть сейчас это буквально проходит за месяц, два, три, четыре. То есть и независимо от твоего духовного уровня, от социального статуса, у каждого буквально человека открывается его духовный канал, его энергетический потенциал. Меняется мышление. Мы входим действительно во времени и в пространстве. Мы входим совершенно в новую среду. Вот что такое сменный эпох. Продолжение следует...